Давайте мы мужской кейс разберем, вот Максим, я так понимаю, ушел о девушке, не могу забыть, постоянно хочется вернуться, вот тут все работает, познакомимся. Так, прекрасно, Максим. Добрый день, Алексей. Добрый, меня как, нормально слышно? Да, слышно, видно хорошо. Все, супер. Я здесь, я здесь. Немного пропадает связь, но в целом все хорошо. Не, она не пропадает, это я просто кнопку-нибудь нажал. Так, ну что, поехали. Ушел от девушки, продолжи, пожалуйста. Ушел от девушки и не могу, как сказать, смириться с этим и все время хочется вернуться. Это у меня уже длится на протяжении долгого времени. Какого? Ну, уже на протяжении очень многих лет. Каких? Каких лет? Вообще, уже я столкнулся с тем, что я пал в невроз, прошел через панические атаки. Нет, давай конкретнее на вопрос. В течение скольких лет эта проблема? Когда ты ушел от девушки, но не можешь смириться? Я пытался уходить несколько лет. Циферку назови. Два года. Два года. Ура. Два года. То есть в течение двух лет. Вы находитесь в каком состоянии? Сейчас мы разъехались. Нет, вы лично в каком состоянии эмоциональном? В плохом. А если конкретней? Конкретней. В общем, постоянные проблемы с давлением, с пульсом, в тревоге. А кто диагностировал проблемы с пульсом и давлением? Я пролежал в терапевтическом отделении и на самом деле сказали, что у меня гипертензия первой степени. То есть ничего такого, патологии никакой не нашли. Четыре УЗИ сердца. Так где же проблемы с давлением и с пульсом? Ну, скорее всего, это все на нервах. Но если вам диагностируют повышенное артериальное давление из-за того, что вы находитесь в состоянии эмоционального возбуждения, что это не диагноз? Ну, верно. Хорошо. Итак, два года вы находитесь в состоянии эмоционального возбуждения по поводу того, что вы ушли от девушки, но не можете с этим смириться. Я правильно вас услышал? Да, верно. А объясните мне логику. Уходить, а потом нельзя не мочь с этим смириться. Это как? Ну, почему-то все время гложет чувство вины, переживания какого-то. Не знаю, жалко становится мне человека. То есть, не могу смириться, это все-таки не совсем правильная формулировка, все-таки это вопрос чувства вины, все-таки. Чувство вины все-таки, да, присутствует. А как это чувство вины развивается? Скажи, пожалуйста. Очень сложно как-то понять, как оно развивается на самом деле. Вот я ушел. Где-то внутри себя не могу принять все-таки окончательное решение. Ушел или не ушел? Да. То есть, ушел или не ушел. Вроде бы я понял, что все. Я ушел, принял решение. Снял квартиру, переехал. Но все равно меня тянет и хочется все равно вернуться. Для чего? Почему? Ну, какие-то вот теплые воспоминания. Не почему, для чего вернуться? Чувство привычки, мне кажется. Я понимаю, что вроде бы уже нет любви, но хочется почему-то вернуться. А привычка к чему? Ну, привычка нахождения в этих отношениях, что с этим человеком пробыл уже 7 лет. Я правильно тебя услышал? Ты хочешь вернуться туда, откуда хочешь уйти? Да. Поясни. Я хочу вернуться туда, откуда хочу уйти. Это как? Ну, вот на протяжении 7 лет, да, отношения складывались по-разному. То есть, было и плохое, было и хорошее. Но в целом, в последнее время отношения складывались не очень позитивно и не очень хорошо. И мне было в последнее время там как бы некомфортно. Хорошо, вопросы уточню более детально. От чего ты хочешь уйти? Ну, скажем так, мне не нравилось, как ко мне относились в последнее время. То есть, тебе не нравилось, как к тебе относились, но ты хочешь довернуться? Да. Ты садист? Мазокист? Нет. То есть, мне хочется, чтобы меня любили, чтобы меня уважали, ко мне хорошо относились. Но этого я не получаю. И ты хочешь довернуться? Да. И что это такое? И как это лечить? Ну, хоти тогда, возвращайся, потом опять уходи, потом опять возвращайся, потом опять уходи. Что такое? Ну, вот оно так было очень долго, на самом деле. Я понимаю, но фрикции, они же регулярные. Да, поэтому мы получаем удовольствие от регулярных фрикций. Ушел, пришел, ушел, пришел. Шишку туда, шишку сюда. Значит, шишку туда, шишку сюда. А, и анальный секс, ну, почему очень популярно? Потому что он делает больно. Вот. Соответственно, это вот все про туда. Пояснить все-таки, вот, что заставляет тогда идти туда? Вот ты сейчас рассказываешь, что все-таки там плохо. Там не так, как вот ты бы хотел. А что тянет? Ну, вот какие-то все-таки воспоминания. То есть, прожитое время, которое, да, было потраченное время, вложенные силы. Какие силы? Ты что, фундамент там заливал, бетонный? Нет, ну, фундамент не заливал. То есть, я стремился создать хорошие, полноценные отношения. То есть, я рисовал будущее с этим человеком, да, со своей второй половинкой. Ты собрал все клише, которые только, Максим, было можно. Вторая половинка. Много времени потратил. Рисовал будущее. Ты вот в одном кейсе собрал все ушлепские клише, которые надо собрать, чтобы тебе было плохо. Вот прям вот все собрал. Понимаешь? Половинка. Видел, значит, картину будущего. Значит, много лет потратил. Вот все ты собрал в одном флаконе. Давай еще разок. Куда ты все-таки хочешь вернуться? Опиши мне это чувство. Мне не важно, какая это девочка. Такая или сякая. Мне важно твое ощущение. Потому что ты хочешь вернуться в какие-то ощущения. Я тебя хочешь расстрою. Будь то мальчиком или девочкой, я сейчас вас расстрою. А расстрою я вас тем, что если вот мозг к вашему мозгу подключить проводочки к определенным зонам и пустить по проводочкам те ощущения, которые вы испытываете к определенному человеку, который назовут там Юля или Вася, и вам потом от десятеры человечков получить такие же ощущения, вы влюбитесь во всех десятерых. Нет никаких половинок. Вы влюбляетесь не в человека. Вы влюбляетесь в раздражение коры головного мозга. А раздражение коры головного мозга раздражается именно от этого человека. Потому что он делает какие-то вещи, которые у вас вызывают определенные эмоции. уникальные эмоции. Но мозг не видит ее вагину, соскаль, цвета глаз, цвета губ и жопу. Мозг не в курсе. Вы запоминаете раздражение коры. И мозгу абсолютно все равно, от чего он будет раздражать эту кору. Что ее раздражать будет Юля, что ее раздражать будет Наташа, что эту кору будет раздражать Коля, Петя или Вася Сидоров. Понимаете? Вот это надо понимать. Поэтому первое. Это надо тебе фундаментально понять. Потом пересматривай кейс, если ты в Телеграм подписан. Потому что это для тебя... Да, молодец. Спасибо. Для тебя это фундаментально важно. Это первое. Отсюда вытекает... Максим, да? Да, верно. Макс, отсюда вытекает следующее. Нам с тобой надо понять, что она такого делала, говорила, проявляла, что раздражала твою кору. Ну, оскорбление... Потому что мозг не видел, что мозг... Она тебя оскорбляла? Да, оскорбления определенные были постоянно. То есть я говорил, ну ты вот можешь как-то себя вести иначе по-другому. Подожди, 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 подожди. Ты сейчас прям по Фрейду сказал очень интересную вещь. И я имел в виду совершенно другое. Но ты сказал сейчас, фактически отвечая на мой вопрос, я его интерпретирую так. Мне нравилось, что меня оскорбляли. Я не могу так сказать. Мне не нравилось этого. Мне не хотелось. Мне хотелось по-другому, чтобы это было. Чтобы ко мне относились уважительно, с пониманием. Нет, подожди, давай я еще раз перефразирую. А то получается, что она действительно раздражала твою кору. В смысле, стимулировала ее тому, к чему ты тянешься, тем, что она тебя унижала. И что-то пока походит на то, что ты тянешься в это унижение. Может быть, я неправильно для тебя сформулировал, ты неправильно понял. Давай я еще раз перефразирую. Смотри. У нас есть кора головного мозга, которая раздражается, если просто говорить, о тех или иных впечатлениях и образах. Ну, эмоциональных, скажем так, да, психических рефлексов с сильным концом. Первое раздражение этих психических рефлексов вызывает очень сильные эмоции, очень сильные чувства. Но затем, если ты будешь их раздражать постоянно, они притупляются. Для мозга неважно, от чего эти психические рефлексы раздражаются. То ли ты пьешь, вот если ты возьмешь горгонзолу, сыр, да, и рислинг сухой, белое вино, и сочетаешь их в своем рту, ты ощущаешь удивительное ощущение, близкие к астрономическому такому оргазму. Потому что рецепторы, которые будут задействованы, рислинг и горгонзолы, так стимулируют необычно рецепторы, которые ты не стимулируешь обычно, понимаешь? То есть ты их не знаешь, их чувств. И для тебя вот этот первый, первый самый стимулирующий момент рислинга и горгонзолы вызывает удивительное ощущение. Это точно так же, как ты первый раз подрочил, это точно так же, как ты первый раз кончил. Это были первые ощущения твоих рецепторов с сильным концом, которые были вау. Но повторных таких уже оргазмов, повторного рислинга с горгонзолы ты не спытаешь. Потому что если ты будешь пить каждый день рислинг с горгонзолы, для тебя это будет просто кислый соленый сыр и вкусное вино, и вкусное сочетание. Но такого вау-эффекта не будет. То же самое, что будешь дрочить каждый день, для тебя больше не будет такого вау-эффекта, как в первый самый раз. Вот это называется психический рефлекс. Точно так же с людьми происходит. Когда человек что-то делает, что-то говорит, как-то совпадает с нашими философиями, с нашими какими-то ожиданиями, с нашими потребностями, мы раздражаем психические рефлексы. Для нас это кажется вау, это как рислинг с горгонзолой. Но потом, когда мы с этим человеком начинаем контактировать каждый день, мы раздражаем эти рецепторы, и для нас это же становится точно таким же повседневным моментом, как рислинг с горгонзолой или мастурбацией. Для нас уже этот человек не вызывает такого вау-эффекта. Макс, понял пример? Да, я понял пример. Я вот здесь параллельно... Подожди, подожди, подожди. Я вот хочу, чтобы ты просто понял, что такое психический рефлекс, с усиленным концом по физиологии мозга, именно сеченого. Хорошо? А теперь смотри. Когда мы говорим, что мы расстаемся с парнем или с девушкой, и мы хотим вернуться, или нас к чему-то тянет, это значит, что этот человек раздражал, не в плане раздражал тебя как человека, а раздражал кору головного мозга. То есть он делал какие-то вещи, которые стимулировали тебя таким образом, а к чему ты хочешь вернуться. Я понятно говорю? Понятно. Давай придумаем ей имя, чтобы было более понятно. Давай назовем ее... Настя. Придумай. Настя. А что у меня одни Настя в жизни? Что ж такое-то? Никто не отпустится от этого, нет? Смотри, значит. Вот Настя что-то делала, Настя что-то или не делала, что тебя очень сильно зацепило. Давай я по-человечию буду говорить, уберем физиологию. А что-то тебя зацепило в том, что она делала. Причем она могла, знаешь, вот если взять Настю на поведение за 100%, то она могла делать какие-то 10% очень специфично, а 90% очень посредственно. Но ты будешь тянуться к этим 10%, потому что она что-то делала. Чтобы понять в терапии, почему мы скучаем, мы скучаем не по Насте, не по, собственно говоря, да, а мы скучаем по каким-то чувствам, которые у тебя возникали путем ее действий. Как ты думаешь, Максим, по каким ее действиям или своим чувствам ты скучаешь? Ну вот, если брать вот эти 10%, да, как, Алексей, ты говоришь, то, ну, наверное, все равно я чувствовал от нее какую-то любовь, немного поддержки от нее было, немножко заботы, вот 10% вот этого. Конечно, к этому меня и тянет. А как эта любовь, поддержка и забота выглядела? Ну, человек в определенные трудные моменты мог находиться рядом. Как собака что-то сидела рядом? Нет, рядом она, конечно же, не сидела. Ну, то есть, если какие-то трудности были в жизни, ну, она поддерживала как-то. Морально или финансово? Морально, конечно же. А как она морально тебя поддерживала? Ну, где-то давала какие-то советы, которыми я воспользовался. Где-то просто поддерживала, без совета. Такое чувство, что ты в Насте видел ту самую функцию, которая раздражала твою кору головного мозга. Объясню почему. Скорее всего, в детстве у тебя вот это эмоциональное ощущение заботы и поддержки, близкая к материнской, она либо была слишком большая, либо ты по ней, наоборот, пасковал, и ее было слишком мало. Скорее всего, Алексей, ты попал в точку, сказал, что ее было мало, потому что в 16 лет я потерял маму и остался с отцом. Понятно. Смотри. Для тебя это была проблема? Эмоционально серьезная? Это была серьезная эмоциональная проблема. И ты вырос с отцом, и, в принципе, ты мог поиметь вот именно вот эту потребность опоры в женщине. Да. Тогда становится все на свои места, Максим. Тогда становится, что дело тут у нас не в Насте. А теперь слушай меня внимательно. У каждого человека есть определенное детство, в котором мы получаем определенную потребность. У кого-то так, у кого-то так, у кого-то так. Это очень многовариативная комбинация. Это отображается на наших рефлексах и на нашей физиологии мозга. Затем происходит какое-то время, и эта потребность становится фундаментальной. И наш мозг все время пытается эту зону мозга простимулировать. И когда вдруг ты встречаешь девушку, которая начинает оказывать тебе поддержку, заботу, то есть того, чего тебе так сильно когда-то не хватило, у тебя срастается плюс с минусом. Зона мозга, которая испытывала в этом очень сильную тоску эмоциональную потребность и подавленность вдруг находит эти самые рецепторы и вот тут получается тот самый оргазм под названием ВАУ! Вот оно! Это вы обычно называете любовью на планете. Ну, потому что вам не объяснили физиологию сечного в школе, вам объяснили про принца и принцессу. Но это другая проблема. И вот у тебя есть потребность, она физиологическая, она эмоционально-физиологическая. Это не про любовь, слово, это про потребность, которую могла закрыть любая девушка, Настя, Клава, Зина, Вика, Марина, Алиса и так далее. Любая девушка, которая бы в этот самый момент появилась в твоей жизни и оказала бы тебе поддержку, внимание, заботу, опору, какое-то вот такое внутреннее ощущение полноты и безопасности, ты бы в нее втерился. И пока она была рядом с тобой, у тебя это ощущение безопасности и заботы сохранялось. Но при всем при этом это было лишь 10% скорее всего. Остальное она была обычным человеком Настей со своими какими-то заебами, со своими какими-то такими вещами, которые тебе не нравились со временем. И ты смотрел на эти 90% и говорил, блядь, что-то мне уже не алло. И надо валить, потому что ты смотришь на эти 90% и понимаешь, что валить надо. Ты сваливаешь, но проблема в том, что помимо этих 90% есть еще 10%, которые попали в самую главную зримость. Именно поэтому тебе туда и хочется вернуться. Потому что ты говоришь, блин, ну как бы я понимаю, что 90% не алло, но вот эти 10%, которые закрывали твою потребность, они все равно, мозг по ним скучает. То есть мозг скучает по этой стимуляции. Отсюда вывод в этой части, в этой части, записывай или запоминай, потом будешь смотреть, что тебе нужно либо найти человека, который опять будет брать на себя вот эту потребность, эту функцию, тогда ты про эту девушку забудешь. Потому что, грубо говоря, 90% тебе не нравилось, 10% она закрывала потребность, ты можешь найти другую девушку, которая будет закрывать эти 10%, и ты про Настю забудешь. Но проблема не закончится, потому что потом это начнет закрывать другая девушка, с которой будет точно такая же психологическая привязанность. Второй момент, а это чувство вины. Когда твое чувство вины актуализируется, если для тебя вот эти вот забота, поддержка, это материнская фигура, то это примерно то же самое, что бросить пьющую мать, которую ты очень сильно привязан. Ты понимаешь, что она как бы не самая лучшая, и что она как бы не самая идеальная, но поскольку она закрывает материнские потребности, у тебя психика интерпретирует ее как бросить мать, как бросить очень важный элемент, поэтому у тебя возникает чувство вины. Это вина сына, который уходит от матери, который оказывает поддержку. И у тебя мозг понимает, как, если она закрыла мою часть психики со словами поддержка и опора, как же я, зараза такая, ее бросают. Поэтому у тебя получается два драйва для того, чтобы туда вернуться. Первое, это просто скука рецепторов мозга по тому раздражению под названием забота, поддержка, опора. И второе, второй драйв, это чувство вина, чувство вины перед бросанием материнской фигуры, которая когда-то оказывала поддержку и опору. Понял? Из этих двух драйвов что больше? Ну, все-таки первое. Да. Если первое больше, это я тебе поздравляю. Смотри, почему. Потому что на самом деле девочек, которые будут закрывать эту поддержку, их великое множество. То есть, Москва не видел Настю, Москва просто кайфанул от того, какие рецепторы она постимулировала. Повтори своими словами, какие рецепторы она постимулировала. рецепторы любви, заботы, ласки. Нет рецепторов любви. Заканчивайте эту сказку. Она простимулировала потребность в заботе, во внимании, в защите. И я кайфанул от этой защиты, я кайфанул от этой полноценности, как сын кайфует, когда его прижимает к груди мать. Вот почему ты скучаешь. И дело не в ней. Ты скучаешь по чувствам. По этим раздражениям. Значит, вариант первый, запоминай. Ты можешь либо найти человека, с которым также будешь кайфовать с этими чувствами, либо вариант второй, это надо обсуждать со своим психологом с точки зрения того, насколько я могу обходиться без этих чувств. Либо выбирать медиум. Смотри, что такое медиум. Ты был на сезонах на технике? На сезонах не был, только базовые курсы проходил. Ну вот, если бы ты понял, спасибо, спасибо тебе большое. Если бы ты был на сезонах, а я тебе подарю 19 сезон как участнику сегодняшнего кейса, и на сезоне мы с тобой будем, пожалуйста, мы с тобой будем как раз об этом говорить, что такое медиум. Вот смотри, у тебя есть три стратегии. Hard, Medium, Light. В твоем Light это найти такую же точно девушку, которая будет просто выполнять эту самую функцию и делать такие вот штуки, это Light. Hard это исключить вообще женщину из своей жизни и пытаться жестко самому, значит, на небитаемом острове со словами ты справишься и, значит, никакой потребности ты сам будешь один Робинзон Круза. Есть некое понятие Medium, где ты знакомишь с девушкой, понимаешь, что тебя сейчас влечет вот это ее, например, забота и внимание, и ты выстраиваешь с ней отношения, но более осознанно, ты начинаешь как бы немножко экспериментировать. Ты как бы в отношениях, но ты сам сознательно в этих отношениях начинаешь работать над своими эмоциями, потому что у тебя будут эмоции какие? Когда ты будешь интерпретировать, что она ведет с тобой из себя незначимо как-то игнорирует, ты будешь обижаться. И вот это надо будет себе объяснять, что если она так себя ведет, это значит, что она просто и мне так плохо не от того, что она как-то себя повела, а мне плохо от того, что она перестает стимулировать мои потребности. И это как будто конфету, которую изо рта высунули. То есть это уже пройдется в процессе тонкой регулировки, что сейчас Наташа сделала так, и я обиделся. А почему я обиделся? А как я обиделся? А что она такое? Как я это понял? Почему для меня это конфету изо рта вытащили? А вот она там сделала то-то-то или не сделала то-то-то. А почему мне было неприятно? И вот это осознавание в процессе на кошках это и есть та самая медиум история, которая называется эмоциональным интеллектом когнитивно-пендерической терапии. Алексей, знаете, что хочу сказать или спросить? Просто мне всегда еще очень хотелось изменить человека. То есть надеялся, что человек сможет поменяться. И вроде бы всегда я достигал различных целей в жизни, у меня все получалось. И думал, что и здесь у меня получится в отношениях тоже изменить человека и добиться какого-то хорошего результата. Но ты же у нас не генетик, чтобы изменить ее генокод. Вот это еще одна типичная ошибка. Парень или девушка вступает в отношения, видит, что 90% не устраивает, но есть 10, которые закрывают вот эту психологическую потребность и они говорят как. А я буду стараться его поменять. Я буду стараться ее поменять. Это очень типично. Знаешь, почему? Потому что вот эти 10%, которые закрываются психическими рецепторами с потребностью, они гораздо сильнее, чем вот это 90% то, что не нравится. Они говорят, да, 90% не нравится, но их буду стараться поменять. И вот это фатальная, Макс, ошибка, потому что человек не меняется принудительно, потому что тебе не нравится что-то. Человек может меняться только посредством А примера и Б событий, которые не могут не заставить ее поменяться. Повтори. А примера и Б событий, из-за которых нельзя не поменяться. Нельзя не поменяться. Давай приведу примерчик тебе. А это вариант человек меняется посредством примера. это то, как он учится, это какой-то начальник, это какой-то руководитель, это какое-то окружение. И человек копинг поведения меняется посредством примера. И копинг поведения это физиология мозга. Опять же это не протяни себе магию утра. И второе это событие, из-за которого он не может не поменяться. Это обычно смерти, это предсмертное состояние, это травмы, это увечья, это потери, это близкое к потерям что-то очень травматичное. Вот тогда люди тоже меняются достаточно интенсивно. То есть просто человек, потому что он сидит на диване и хочет поменяться, читая книжку магии утра или смотря какой-нибудь вебинар или марафон в инстаграме, люди не меняются, их просто на бабло разводят. Человек меняется только посредством примера и либо после какой-то серьезной ситуации, которая заставит его пересмотреть свое отношение. Либо есть третий вариант, человек меняется посредством работы над привычкой, над рефлексом. Например, чистил правой рукой зубы, стал чистить левый, он поменялся, да, но он работал над этой рефлексорной дугой достаточно долго. От того, что я или ты или все мы завозьмемся за руки и будем очень хотеть, чтобы Настя поменялась, от этого рефлекса ее не меняется. Особенно, если сама по себе Настя этого не очень-то и хочет. Я вот очень хорошо все понял про 90, про 10% и про то, как поменяться и так далее. Я вот еще хотел спросить, вот за эти 7 лет я мог впасть в состояние невроза, панические атаки, тревожные нерешеные нерешеные вопрос, который длился долгое время. И это могло вылиться все. Это скорее всего оно и есть, Максим, потому что скорее всего ты это время находился в хроническом тревожном состоянии. Оно звучало примерно так. С одной стороны, тебе не нравится и ты хочешь уйти, потому что те 90%, которые ты видишь, тебе неприятны, и ты видишь, что человек не меняется. Но с другой стороны, ты уйти не хочешь, потому что есть 10%, которые стимулируют твою кору головного мозга ввиду сверхценных потребностей, к которым ты тянешься. И у тебя получается противоречивая тенденция. С одной стороны, ты уйти хочешь, потому что тебе не нравится, а с другой стороны, ты хочешь остаться, потому что тебе ты скучаешь по раздражению ее поведением защитным, своей коры каких-то потребностей. Поэтому ты делаешь шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Все это в итоге затягивается, создается хроническая поляризация коры головного мозга и дальше должен был переключиться на эти 7 лет на какие-то ипохондрические... У меня была ипохондрия. Совершенно верно. Вот тебе, пожалуйста, классический случай. Ты должен был переключиться на ипохондрию как цель перевести внимание коры головного мозга на что-то другое. Вот тебе физиология Павлова и Сечного. Добро пожаловать в мир науки. Я вот хочу в прямом эфире, Алексей, вас на самом деле поблагодарить за вас. Базовый курс, который очень сильно мне помог, потому что вот с ноября месяца и, наверное, по январь я был в очень таком тяжелом, сложном состоянии, похудел на 20 килограмм, прошел огромное количество обследований, потрачил огромное количество денег, и вот в январе, когда приобрел ваш базовый курс, наконец-таки я понял, что к чему, и я поборол панические атаки, от них избавился, и сейчас я свободно, спокойно уже передвигаюсь. До этого я потратил очень много денег на различных психотерапевтов, но они мне не помогли, и в принципе я все поборол без медикаментов, с помощью именно ваших тренингов, ваших публикаций, то есть я вам очень благодарен на самом деле. Спасибо тебе, Максим, но я от себя хочу сказать, что прежде всего это не совсем мои тренинги, это все-таки физиология мозга, которую я просто повторяю в своем стиле, который кому-то нравится, то есть я не из тех людей, которые говорят, что это мой тренинг, я что-то придумал, я взял Сеченова, Павлова поведенческую терапию, я ее рассказал просто своими словами, так, чтобы было как-то по-другому, а во-вторых, ты молодец, потому что многие, кто смотрит базовый курс, они немножко побаиваются, не доверяют, потому что это требует определенного шага, да, потому что шагнуть вот в это состояние страха, проживания, преодоления, 33, провокация, юмор, не все люди говорят, да может он что-то как-то это, на всякий случай не буду рисковать, да, и они не шагают, и они не делают упражнения, из-за этого они не справляются с паническими атаками, и с агорофобией, и, к сожалению, таких людей немало, вот, а ты шагнул, ты доверился, ты поверил, и ты получил результат, за что тебе большое отдельное спасибо, и последнее, скорее всего, мы с тобой сегодня разобрали вот эту ситуацию, у тебя есть детство сверхценные потребности заботы, материнской, ввиду утраты матери, такой, некоторые психотравмы, ты испытываешь в этом очень сильную потребность, и это дело не в персоналии, могла на этом месте оказаться другая девочка, и Марина, и Клава, и кто угодно, которая, знаешь, оказывала бы тебе вот эту вот теплую поддержку, попала бы вот в эту вот концепцию семьи и полноценности, но у нее было бы 90% недостатков, которые ты сначала хотел поменять, очень сильно старался, 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 потом понял, что это бесполезно, захотел уйти, но эти 10%, которые она выполняла и попадала в эту твою потребность, не давала тебе уйти, вот ты находился много лет в напряжении, которое в какой-то момент превысило твои уже психические, скажем так, возможности, ты стал сначала испытывать скорее всего вегетативное напряжение, оно потихонечку нарастало, а потом случилось классическое принцип Ухтумского Алексея Алексеевича, читайте книгу «Преминанты головного мозга», когда у тебя смещается парализация коры на ипохондрию, потому что самый главный инстинкт это смерть, инстинкт самосохранения, все ипохондрики боятся заболеть, боятся умереть, потому что ты не мог решить главную проблему, то ли уйти, то ли остаться. Вот она у меня сейчас еще и не решена, и вегетатика все равно присутствует, чувство нехватки воздуха, оно у меня есть, ком в горле. Ну, здесь, да, здесь вообще про ком в горле забывай, тебе надо сейчас сосредоточиться после нашего занятия только на одном, это на том, либо мне найти другую девушку и расслабиться, отдохнуть, либо мне понять вот эти 10% потребностей, принять для себя решение, либо потерпеть, либо как-то двигаться вперед, но мы с тобой уже встретимся, напиши мне потом в личку свою почту, мы с тобой встретимся на 19 сезоне, я тебя уже пригласил, да, и там, возможно, ты найдешь все оставшиеся ответы на твои вопросы, как лучше поступить, но я тебе 100% говорю, ты уже поступишь, то есть ты уже, поскольку мы в голове пошевелили эти штуки, да, то ты уже это понял, и у тебя чуть-чуть сейчас через недельку, через две осядет все это, и ты сам для себя прийдешь к какому-то решению, ты даже сам не заметишь как, просто теперь ты будешь видеть, как эта потребность закрывается, потом ты будешь видеть недостатки человека, и у тебя уже будет понятие, либо я ведусь на потребность, либо я молчу о недостатках, то есть не будет вот этого неосознанного противоречия, окей? Окей. У меня к тебе последний вопрос, а мы можем фрагмент этого кейса выложить на ютюбе? Да, без проблем, я не против. Спасибо тебе большое, потому что вот эта история привязанности, которая не понимают люди, и вот мы сегодня успели посмотреть, как ипохондрии, ипанические атаки, неврозы, оно формируется вот из таких вещей, потому что многие думают, что ты знаешь, на ровном месте, а вот не на ровном, а вот не на ровном. Во-вторых, я смог показать, что такое физиология, это очень важно в твоем примере. И для меня самое сложное было то, когда я столкнулся с этим неврозом, с паническими атаками, с ФСД, с вегетатикой, со всей, то есть меня мой любимый человек не понимал, меня не поддерживал, можно сказать, что я остался наедине сам с собой. Ну, это капнуло, это капнуло еще большую, да, это капнуло еще большую лепту. Ну, и уйти, ты понимаешь, не мог, потому что все-таки она закрывала вот эту вот минимальную историю. То есть если бы тебе сейчас бы дать, грубо говоря, девушку, которая бы полностью тебя поддерживала, понимала бы и так далее, то ты бы решение принял бы очень быстро. И твое эмоциональное состояние вот так бы, вот так бы просто щелкнулось и закончилось бы. Да, я на самом деле испытал все. И кардиофобия тоже у меня была. Постоянно аппарат был рядом со мной, постоянно пульс проверял. Ипохондрия просто была конкретная, потому что у меня каждый день было какое-то новое заболевание. Думал, что проблема там, проблема здесь, проблема здесь. Когда диагностировался, мне говорили, что ты полностью здоров, проблем нет ни с сердцем, ни с почками, ни с щитовидкой и так далее. А я все-таки думал, где-то же есть проблема. Если у меня пульс, если у меня давление, значит, все-таки где-то что-то есть. И я прям усиленно все диагностировал, но нигде ничего не находили. Потом все-таки я понял, что значит, есть где-то психологическая проблема. Да? Я рад, что сегодня получилось так быстро разобрать твой кейс и, в принципе, жду тебя на 19 сезоне, чтобы продолжить. Но я уверен, что ты уже будешь понимать многие причины и следствия, и тебе будет попроще. Мне уже даже как-то так стало легче и спокойнее. Тебе стало легче, потому что ты посмотрел на то, что происходит в физиологии, и ты уже, в принципе, понимаешь, как это работает между чем и чем. И когда Фрейд это назвал инсайтом когда-то, и тебе уже будет попроще. А еще через пару недель тебе будет еще проще, потому что ты будешь понимать, что ага, вот тут вот эта потребность, а вот тут вот это мне не нравится. И ты будешь стараться что-то уже думать чуть-чуть более объемно. А придешь на сезон, послушаешь вот эти hard, medium, light, послушаешь ССП, послушаешь выражение эмоций и чувств по поводу чувств к матери и потребностей поговорим. И я думаю, что после 19 сезона ты вообще забудешь про эту проблему. Я думаю, что ты не избавишься никогда от желания иметь такую теплую женщину рядом. Я думаю, это будет с тобой всю жизнь, но у тебя это будет выстроено гораздо более жизнеспособно, что ли, без вот этих невротических страхов 90 на 10, да, для тебя будут как бы ее какие-то недостатки, они тебя не будут так сильно вымораживать, а потребность не будет такая слепая. Ты говоришь, да, мне приятно, но в то же время и я тоже что-то для нее делаю, она для меня, и мы как-то вот идем друг к другу на уступки, и нет никакой проблемы. Окей? Я все понял, спасибо. Большое спасибо за подарок участие в 19 сезоне, я долго хотел, ну, не было возможности, а сейчас появилась эта возможность, я очень благодарен. Спасибо, Алексей. Спасибо тебе успехов. Желательно для людей. Здоровья тебе. Спасибо. До свидания. Спасибо. Удачи. Пока. Счастливо. Пока-пока, Максим. Так, ну и последний комментарий. Отдельное спасибо еще раз Максиму за то, что он решился и рассказал. Очень хорошо получилось показать, как связаны тревожные расстройства и вот такие вот изначально жалобы. Мы видим, получилось увидеть фундаментальную потребность, потом, как это все затягивается внутреннее противоречие, это было все основано на фундаментальной потребности психологической травмы из детства, потом мы видим принцип физиологии, принцип психических рефлексов с усиденным концом, потом мы видим принцип доминанта Ухтомского с переключением на ипохондрию, мы видим базовый внутренний конфликт, который создает невротическое переживание, в общем, потом мы видим панические атаки, потом мы видим в общем, это очень классический кейс, который, собственно говоря, 30 минут разбирается и для этого не нужно ходить на всякие тренинги, не нужно прочищать никакие чакры, пить, значит, там какую-то там угольную воду, для этого надо просто заниматься нормальными физиологическими научными вещами, а не заниматься всякой херней в инстаграме и в интернете, к чему я вас всех и призываю. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваше участие, надеюсь, если вам все не понравилось, моя живая работа, как видите, я не только могу материться, но и могу что-то делать интересное и полезное для людей, соответственно, спасибо вам большое за теплые слова, ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта, до свидания, пожалуйста, будьте здоровы и будьте критичны к информации, критичны к эмоциям, критичны к своим переживаниям, и приходите на 19-й сезон, ссылка в шапке профиля, до свидания, до встречи, пока. Продолжение следует...